Друзья, я вас приветствую. Сегодня разбираем криптовалютный рынок по вашим запросам из телеграм-группы. Соответственно, мы сегодня разберем Zcash и плюс к тому еще у Zcash очень неплохая формация, которую мы также разберем в этом выпуске. Ну и быстренько затронем ситуацию по Ripple и по биткоину. Спойлер, Ripple не сильно там что-то поменялось, по биткоину интересная формация. Лайк, подписка и комментарий. Это повод поучаствовать в розыгрыше на 150 долларов раз в 500 подписчиков на моем канале. Ну и поддержать меня как автора. Ну и также не забывайте то, что в описании есть ссылочка на лучшую биржу. Это Bybit и, соответственно, мой бесплатный телеграм-канал без рекламы, где я делюсь своими соображениями. Мы с вами начинаем. Итак, сразу начну с Zcash, потому что актив довольно интересный. Первый момент. Хорошо у него поднялись объемы. Второй момент. Давайте выйдем на дневные таймфреймы и поймем то, что у нас актив находится прямо у своего глобального уровня поддержки. Уровни, которые отрабатывались у нас неоднократно. И всегда отрабатывались эти уровни в восходящем формате. Очень важный момент. Плюс, пожалуйста, не забывайте, что несмотря на то, что Zcash рассматривают как анонимную криптовалюту, конечно, таковой она не является. Даже если взять какой-нибудь тот же самый Coinbase, который торгуется в США, люди там торгуют этот актив и никаких проблем у него нет. Хотя вот любят вокруг Zcash навести вот такую вот новостную историю. Это первый момент. Во-вторых, обратите, пожалуйста, внимание на то, что сейчас очень высокий хешрейт у актива, несмотря на то, что недавно он проседал, но он восстановился. Хешрейт актива очень хороший. И самый, пожалуй, важный момент, на который стоит обратить внимание, это тот момент, что у Zcash летом в июне планируется халвинг. Он сам по себе в любом случае поднимет цену. Поэтому покупка от текущих – это уже очень хорошая покупка. Обратите внимание на актив, несмотря на то, что его очень многие гнобят. Действительно, по таким уровням вероятность получить тут какие-то импульсы, причем не забывайте, пожалуйста, по каким уровням у нас актив торговался и какие он обычно движения показывает. А тут, извините, мы отрабатываем глобальный уровень поддержки. Ну вот вам отработка глобальных уровней поддержки. Вот мы провалились, получили восходящее движение. Провалились, получили восходящее движение. Ну то есть хороший довольно формат движения, на который стоит обратить внимание. Zcash на самом деле актив, который с текущих даст заработать с довольно большой вероятностью, учитывая даже те проблемы, которые у него сейчас имеются. Конечно, очень многие биржи его блочат по разным причинам, потому что в первую очередь, конечно, анонимные криптовалюты, чтобы органы до этого не докапывались. Но еще раз повторяю, Zcash, он только частично является анонимным, если вы начнете копать более глубоко. Поэтому актив достойный того, чтобы его рассматривать к приобретению. Я бы не сказал на глобалку, я не думаю, что это актив, который даст нам на глобалку супер как-то заработать. Скорее, это какая-то среднесрочная история, где можно взять его по текущему, типа закрыть в районе тридцатки. На глобалку да, но тут уже риск выше, сильно выше. Да, то есть типа взять его и ждать диапазон 70-80 долларов на булране. Да, такой вариант есть. Но я бы здесь все-таки поторговал бы вот эту вот поддержку куда-нибудь в диапазон 30-35 долларов. Плюс-минус. Это потенциально хорошие 30-35 процентов, которые можно тут забрать. Ну, я считаю, что актив вне. Совсем кратко по Ripple и перейдем к биткоинам, потому что на самом деле на репле я бы не сказал, что происходит что-то необычное. Мы также продолжаем с вами торговаться уровнем поддержки. Начинаем формировать вот этот канал, который я вам обозначал. Сразу же обратите внимание, пожалуйста, на то, что вероятнее всего это у нас все-таки формация на дальнейшее восходящее движение, несмотря на то, что биткоин перекрыт, перегрет, и он может перекрыть все это движение. Но пока что в рамках вот этого канала мы ожидаем формирования еще одного боковика, фазы консолидации и дальнейшее все-таки с большей вероятностью движения в восходящем формате. Причем, я думаю, на хорошем импульсе, потому что у нас есть хорошие уровни сопротивления. Это диапазон там плюс-минус 70 центов, далее 92 цента. Покупка Ripple – это хорошая покупка в долгосрок, тем более по текущим ценам, учитывая то, что сейчас мы находимся плюс-минус уровня дна, учитывая, что как бы более-менее разобралась ситуация с ЭКО. Вряд ли мы будем падать куда-то в эти уровни, где мы с вами набирались уже давно, и до сих пор эти позиции еще стоят в ланге. Но вряд ли. Если здесь будут просадки, то типа вот куда-нибудь к этим уровням, но уже каждый раз, когда мы подходим к этим уровням, мы получаем с вами агрессивного покупателя. Ну, просто по одной причине, что люди прекрасно понимают, что и 70, и 90 центов по Ripple – это более чем реальность. То есть, я бы, если давал процент, дал бы не менее 99,5%, что мы с вами увидим цену в 92 цента. И я считаю, что очень высокая вероятность, что мы уходим с вами за доллар, а дальше уже смотреть, как подхватит это все покупатель, и какой уровень паники вокруг актива будет формироваться. Поэтому, конечно, актив, я считаю, должен быть в портфеле. У меня, по крайней мере, он есть. Ну, и совсем кратко по ситуации на биткоине, на 4-х часовиках. Очень важный момент, который мы с вами обозначали в предыдущем выпуске. Получили закрепление, получили выход. Так, давайте на дневках, чтобы было понятнее. Получили выход, после которого мы выносили шортистов. То есть, соответственно, стопы шортистов здесь были вынесены. Мы закрепились с вами в этом канале. Получили нисходящее движение, которое я обозначал в предыдущем выпуске, до тех уровней, которые я обозначал в предыдущем выпуске. Сейчас получили восходящий формат движения. То есть, соответственно, был нисходящий, получили восходящий. Здесь с большой вероятностью 44 дальше будем заходить за уровень. И все-таки я считаю, что в рамках этого канала мы с вами потестим диапазон 45-46 тысяч долларов. Пока что не вижу большого объема проторговок. Объем снизился. Чтобы говорить, что мы придем сюда и будем делать перехай. Но то, что мы будем выходить к верхней границе этого канала, там плюс-минус диапазон 44,5-45 тысяч долларов. И, вероятно, делать какие-то такие фитили. Вероятность на это, я считаю, очень большая. Стоит обратить на это внимание. То, что мы будем продолжать... Не продолжать, а то, что мы будем наблюдать с вами нисходящий формат движения, я считаю, что все-таки здесь менее вероятен. По той причине, что мы показали абсолютно бычью локальную формацию. Да и, в принципе, среднесрочное тоже формирование бычьей формации, которая должна привести нас к верхней границе вот этого вот канала. Соответственно, ситуация следующая. Рынок идет пока что в рамках наших с вами ожиданий. Будем смотреть, что будет дальше. Если, соответственно, будет что-то экстренное, разумеется, я сразу же дам информацию своим бесплатным телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь. Ссылка в описании есть. Ну и не забывайте, что лайк, подписка и комментарий – это повод поучаствовать в розыгрыше на 150 долларов раз 500 подписчиков на моем канале. Ну и поддержать меня как автора. Всем всего самого наилучшего. До следующего.